Это программа День с толком, студия Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. На повестке Дня политика в День прямой линии с Путиным в Барнауле открыли штаб по наблюдению за выборами президента. Вплоть до ампутации алтайские врачи отмечают всплеск обморожений. Вес не изменился, содержание иное. Юным жителям края начали раздавать новогодние подарки. Итак, президент страны Владимир Путин проводит сегодня пресс-конференцию и подводит итоги года. Эфир идет сейчас и доступен на телеканалах и онлайн-платформах. В этом году напрямую линию президента поступило больше двух миллионов вопросов. Первые вопросы касались экономики страны, роста главных показателей, патриотического воспитания детей, введения боевых действий в рамках СВО. Турецкий журналист задал вопрос о совместном обеспечении долгосрочного мира в секторе газа. Звучали менее масштабные, но не менее важные темы, например, обмеление Волги. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Спасибо. Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях, они хотят, чтобы река была полноводной. Эти вопросы известны. И поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Добавим, что эта прямая линия первая с 2021 года. В 2022 ее не проводили. Сколько она будет длиться, неизвестно. Но рекорд по продолжительности был установлен в 2013-м. 4 часа 47 минут. Подробный сюжет о том, какие итоги за год подвел президент, на какие вопросы отвечал и какие задавали жители Алтайского края, вы увидите завтра в нашем эфире. Штаб по наблюдению за выборами президента начал сегодня работать в Барнауле. Общественная структура должна обеспечить прозрачность, законность и легитимность проведения выборов. Для этого проведут специальное обучение общественных наблюдателей. Всего их будет больше сотни в крае. Общественный наблюдатель – это гражданин, который обладает по научному активным избирательным правом. То есть тот, кто может голосовать на выборах президента Российской Федерации. Есть ограничения для государственных служащих, для сотрудников правоохранительных органов. Но, тем не менее, основная масса населения может обратиться в общественную палату. И мы включим в резерв и будем комплектовать полнаблюдателя. Особое внимание решено уделить информационной работе. В том числе сообщением о возможных нарушениях во время выборов. Так, в единые дни голосования 2023 года штаб отработал 192 таких обращения. В основном это агитационные сообщения в соцсетях. Статусы с запрещенными призывами, агитации, демонстрации, заполненных бюллетеней и другое. Порядка 27 обращений было от наблюдателей общественных в наш адрес. Мы прорабатывали этот вопрос. Если нужно было, уже наша оперативная группа выезжала прямо на место. В одном из районов была попытка сделать фейк, как, например, что человеку не позволяют проголосовать. Хотя, на самом деле, при выезде было обнаружено, что все в порядке, все нормально. Человеку была предоставлена возможность. Нужно было только дождаться своей очереди. Напомним, выборы президента пройдут в следующем году с 15 по 17 марта. Записаться на электронное голосование можно, начиная с 29 января. Аналог «скоростной ласточки» с Барнаула в Новосибирск начнет курсировать в 2025 году. Об этом сообщил министр транспорта края на мероприятии по случаю годовщины запуска другого скоростного поезда. Так называемого «степного экспресса». За год из краевой столицы в Славгород и обратно он перевез порядка 90 тысяч пассажиров. Подробнее о развитии железнодорожной сети в регионе в следующем сюжете. Степное направление компания по пригородным пассажирским перевозкам начала осваивать год назад. Специально для этого тогда запустили поезд «Барнаул-Славгород». За неполных 12 месяцев он перевез уже 90 тысяч пассажиров. Многие за это благодарят судьбу, говорят, добираться стало значительно проще. К примеру, Марина Михайловна регулярно проводит в пути по шесть с лишним часов, чтобы попасть в краевой столице в больницу. Говорит, раньше дорога занимала на два часа больше. Ну, раньше приходилось ездить или на московском поезде в 95-м, или еще на других поездах. И приезжали, и садились поздно, и приезжали. По-разному, слишком рано или наоборот. При том, что у меня еще инвалидность, и я имею право на льготу. Так что это, конечно, очень удобно. И, ну, пенсионерам, как говорится, выгода. После открытия Степнова запустили еще три пригородных поезда. И сейчас сеть железнодорожных путей стала охватывать 70% территории края. По ней за год поезда перевезли 7 миллионов человек. На прирост пассажиропотока повлияли и субсидии, которые выделяют на федеральном уровне. В этом году их общая сумма перевалила за половину миллиарда рублей. Мы видим небольшой, но рост пассажиров, дефицита поездов, либо вагонов нет. Здесь железные дороги очень гибко реагируют на ситуацию. В зависимости от загруженности меняется количество вагонов. Поезда, по возможности, стараются модернизировать. К примеру, сейчас двери между вагонами открываются одним нажатием кнопки. Билет на проезд можно купить удаленно. Для сокращения времени в пути корректируют расписание. Стали ходить быстрее на 2 часа 43 минуты. Допустим, до Орегрики на 9 минут быстрее, в одну сторону. Назад на 6 минут быстрее. И так мы уже три направления обработали. Ну вот и ехать в степь пока можно только через день. Но в будущем поезд Барнаул-Славгород планируют пускать ежедневно. Обещают, что стоимость проезда при этом не взлетит. Сохранят льготы. Цены, конечно, индексируются. Но они индексируются за инфляцию. А в целом у нас цены и на Славгорода, и на другие поезда, и на пригорные поезда, и на репички, они меньше. У нас 7 год, но на будущий год сохранятся. Железнодорожные перевозки, говорят специалисты, были и остаются востребованными. В топе самых популярных поездов России, судя по многочисленным рейтингам, скоростные электрички. Между Барнаулом и Новосибирском запустить такую ласточку планируют уже много лет. Сроки по разным причинам, в том числе из-за санкций, неоднократно сдвигали. Новая дата, когда должен начать курсировать аналог «Ласточки» – 2025. Эти планы сохраняются. Планы озвучены на 2025 год. То есть, учитывая те моменты внешнего давления на страну, того поезда, который был в той модификации, нет. Сейчас начнет выпускаться в следующем году российский поезд аналогичного образца. Но и планы в Алтайском крае запуск такого поезда ориентировочно на 2025 год. Этот экспресс, как и степной, что был создан с нуля, уверены специалисты, будет весьма востребован. Поезд, средняя скорость которого 120 км в час, будет работать и на переменном, и на постоянном токе, что поможет не делать пересадку в Черепаново. Юлия Щепина, Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. 210 человек, в том числе 10 детей, погибло в ДТП на трассах края с начала этого года. Такие данные озвучили представители краевого МВД в рамках заседания Общественного совета по вопросам безопасности дорожного движения. В Алтайском крае самая протяженная сеть дорог – более 53 тысяч километров. Подчеркнули в региональном министерстве транспорта. Это отражается на статистике. Впрочем, качество дорог напрямую влияет на вероятность ДТП. Специалисты обращают внимание, что все необходимые меры – устранение ям, обновление разметки, обрезка кустарников – выполняют регулярно. Для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние также у нас идет усиление верхних слоев дорожной одежды. В текущем году усиление верхних слоев было сделано на протяжении 153 километров. На сегодняшний день на региональных дорогах находится порядка 5754 километров школьных маршрутов. Общая протяженность отремонтированных таких дорог в период с 2018 по 2023 год у нас составляет 1413 километров. В следующем году на дорогах установят еще 52 комплекса фото-видеофиксации. Точки их размещения определяют с учетом аварийной статистики. Среди новых предложений по повышению безопасности на дорогах – размещение вдоль трасс, билбордов, социальной рекламы на тему ПДД. Этим должны заняться муниципалитеты. А Министерство образования края рекомендовано строже контролировать соблюдение правил по массовой перевозке детей. Никаких путаниц с посылками. Региональные депутаты издали новый закон, который решит проблему населенных пунктов с одинаковыми наименованиями. Этот вопрос стал одним из главных на последней в этом году сессии законодательного собрания Алтайского края. Какие планы у парламентариев на 2024-й и кому они подготовили подарки к грядущему празднику? Смотрите далее. Здесь находится подарок, анечки, самокат, съездят, катаются. Я думаю, что все хорошо получится. Потом будет мотоцикл, потом будет машина. На предновогодней сессии Алтайского законодательного собрания парламентарии превратились из законодательной власти в исполнительную, осуществив мечты детей в рамках седьмой традиционной акции «Желание под елкой». Всего в программе поучаствовало 15 образований края, из которых пришло более 800 заявок. Среди самых популярных запросов – ролики и наборы для рисования. У самих депутатов в этом вопросе запросы были другие. Мира во всем мире хочет и депутат Владимир Громов. За его участие в СВО парламентария наградили Орденом Мужества. По контракту он попал в зону боевых действий в марте. Командовал выводом нескольких взводов бойцов из-под минометного и танкового огня. В первых рядах проходил минное поле и отважно спешил на помощь раненым товарищам. При выходе из лесничества меня подснял снайпер, выстрелил в руку, целился в голову. Но так как я нес на перевес РПГ, получилось так, что он попал в руку. Пришлось выползать оттуда, потерял много крови. В итоге оказался в госпитале, где была произведена операция. Впоследствии еще узнал, что у меня перелом третьего крестца позвоночника. После награждения сессия вернулась в стандартный режим работы. 19 вопросов в повестке, один из них – закон о наименованиях муниципалитетов. На самом деле он устранит сумятицу определенную, когда мы знаем, что у нас в одном районе бывает есть Шипунова-1, Шипунова-2. Соответственно, у нас есть Алексеевки, Николаевки. Множество сел с одинаковым наименованием, поэтому мы устанавливаем полное наименование в данном законопроекте и сокращенное наименование. Это упростит работу, может быть, и в социальной сфере с точки зрения почтовых отправлений. Другим важным вопросом стало назначение Евгения Дешевых на пост министра экономического развития края. Ранее он занимал должность начальника регионального управления по туризму. Новую кандидатуру предложил губернатор Виктор Томенко. Первое, о чем спросили Евгения Дешевых – борьба с ценами на яйца. По информации Министерства сельского хозяйства Алтайского края, уже в торговой сети птицефабрики «Молодежная» стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей. Другой экономический вопрос коснулся отчета о проведении выборов губернатора в этом году. 8% от заложенной суммы – это 26 миллионов рублей – удалось сэкономить и направить обратно в казну. Также парламентарии уже запланировали работу АКЗС на первое полугодие 2024 года. В том числе мы хотим посмотреть, как работает наш закон о волонтерстве и добровольчестве. И не исключаю, что будут внесены уточняющие изменения данного закона и части его совершенствования дальнейшей работы. Конечно же, будем смотреть вопросы экономической политики. И не исключаем, что вернемся к вопросам налогообложения, в том числе и малого бизнеса. Ближайшая сессия АКЗС состоится в конце января. На следующий год уже запланировано 37 законопроектов. Никуда не денется и нововведение с приглашением глав районов. Всего на 2024 в АКЗС запланировано более сотни мероприятий. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. По другим темам. Больше 20 барнаульцев получили обморожение. В Краевом центре термических поражений троим пострадавшим даже ампутировали конечности кисти и стопы. По словам специалистов, такие инциденты чаще всего происходят из-за того, что люди долгое время находятся на улице, да еще в состоянии алкогольного опьянения. При том, что в сильный мороз выходить из помещения рекомендуют не больше, чем на 10-15 минут, иначе можно получить обморожение. Врачи также призывают жителей Края одеваться по погоде. Этим, казалось бы, элементарным правилом. Некоторые пренебрегают и подвергают себя серьезному резку. А вот жители многоэтажки в Новоалтайске замерзают прямо в своих квартирах. По крайней мере, одна из семей жалуется на обледенелые окна, промерзшие стены и температуру в помещении всего в плюс 17 градусов. Предпринимают ли при этом какие-то действия управляющая компания? Узнаем из сюжета Данила Кузнецова. У нас в этой комнате 17 градусов мороза. Промерзают окна, промерзает стены. И снег на потолке. Как жить? Ребенок 16 лет. Могут исключить от колледжа, если заболеет. С такой морозной проблемой жители 12-й квартиры Новоалтайской пятиэтажки по адресу вагоностроительная 32А живут уже около пяти лет. Началась эта ледяная история с потопов. Сначала затоплял Горецкий у нас третий этаж. Ледниковый период здесь был. С улицы стояло все. Потом, значит, тут устранили. Стало мокнуть вот это стены. Промокли все вот это. Я думаю, так, что вот этого. Вызываем мастеров. Приехал Крюков Сергей Анатольевич. Ой, надо вот здесь вот выдолбить все. Сверху вот тут вот с улицы одолбили. Значит, замазали штукатуркой через некоторое время. Все валится. Основная претензия жильцов 12-й квартиры как раз к облицовке дома. Они считают, что из-за ее изношенности появилось множество трещин, через которые задувает ветер. Управляющая компания в 2020-м сделала отмостку. С ремонтом цоколя сложнее. Подрядчиков не устраивает цена вопроса. Рассказала нам по телефону старшая по дому. В управляющей компании пояснили, что 12-я квартира замерзает из-за того, что это помещение по сути не полноценная квартира, а переоборудованная бытовка бывшего общежития. Над балконной плитой полностью, по которой раньше считали, что там идет промерзание, то есть либо протекание, то есть там проведена гидроизоляция. То есть ситуация не изменилась. О чем, в принципе, изначально, когда комиссия приходила, в том числе администрация приглашала туда представителей проектировщиков, они сразу сказали, что эту проблему не решили. Надо разбираться с вентиляцией, то есть ее новую строить. Но чтобы это случилось, необходимо провести общедомовое собрание, на котором собственники большинства квартир должны поддержать голосами замерзающую. Но холодно сегодня не только в ней. Морозно и в самом подъезде. Причина – устаревшая дверь, которая постепенно отслаивается от дома. Вечером, когда спать ложишься, вот этот бум хлопанья двери вот так вот открывает. Двери не придерживаются. Она постепенно хлопает, и она вон вниз. На эту дверь, рассказали в управляющей компании, куплен доводчик. Установить его пообещали, когда спадут морозы. И добавили, что сейчас ищут фирму, которая будет обслуживать домофонную дверь. Хотя бы один вопрос в ледяной истории должен решиться. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Новогодние истории уже спешат к своим зрителям. В Барнауле показ праздничных спектаклей начнется раньше, чем обычно. Первыми погрузиться в мир волшебства смогут юные жители края. Для них в театре драмы репетируют спектакль «Серебряная копыца». Постановку будут показывать все новогодние каникулы вплоть до Рождества. Над спектаклем работает главный режиссер Омского тюза Анастасия Старцева, художник Анна Бубнова, оформившая сцену по мотивам традиционных народных вышивок. Для взрослых драма приготовила историю «Не скажу». В ней на экспериментальной сцене задействовано всего шесть актеров. Кстати, спектакль останется в постоянном репертуаре. Театр «Кукол сказка» с 16 декабря начнет свои премьерные показы для малышей. Новогоднее приключение Емели, «Снежная история», «Путешествие голубой стрелы», «Снежная королева» и другие. Музыкальный театр приготовил постановку и для подростков с Новым годом «Папа». А в Молодежном театре Алтая покажут бременских музыкантов. Дети из отдаленных районов края начали получать новогодние губернаторские подарки. Всего в этом году раздадут 127 тысяч штук. Вес по сравнению с прошлым годом не поменялся. Набор весит около 700 граммов. Но в содержании есть отличия. О них в сюжете далее. Выпускать сладости, которые войдут в новогодний набор на кондитерской фабрике Барнаула, начали в первых числах ноября. Это было одним из главных условий заключения контракта. Ведь лакомства должны быть свежими. Для этого на производстве задействовали почти все линии. Линия работает 7 дней в неделю, 24 часа. То есть достаточно интенсивно для подготовки новогодних подарков, для производства продукции у нас задействован практически весь персонал производственной службы. Это порядка 300 человек, которые работают, производят продукцию. Несмотря на режим нон-стоп, брак исключен. На предприятии ежедневно контролируют процесс, качество бдит и Роспотребнадзор. К содержимому подарка подошли основательно. Сначала узнали о предпочтениях у самих детей. Затем дополнили набор с самыми популярными новинками. В итоге в стандартный комплект вошло 14 разных видов конфет. Батончик и глазированное печенье. Особые подарки подготовили для 120 подростков больных целиакией. В их состав вошла продукция без содержания глютена. Абсолютно во все наборы добавили интерактива. К примеру, по QR-коду можно перейти на сайт и принять участие в экскурсии по театру кукол «Сказка». Также появилась игра. А вот у детей начальной школы мы придумали вот такой подход, когда они на каникулах на зимних вместе с родителями могут поиграть в профессии будущего. Это немножко театрализованная игра, которую они могут вот так группками, там 2-3 более человек собираться, изучая в игре особенности каких-то будущих наших профессий. В общей сложности на 127 тысяч наборов из казны края выделили более 37 миллионов рублей. Это примерно на 15% больше, чем в прошлом году. Однако вес и количество конфет остались прежними. Разницу съела инфляция. По решению губернатора края еще более миллиона рублей выделили на подарки для подростков, проживающих в славяно-сербском районе Луганска, и детей участников СВО. Данил Кузнецов. День с толком. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд по традиции о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.